Вопрос уже был озвучен, какие на сегодняшний день самые большие угрозы информационной и кибербезопасности, которые вы наблюдаете, будучи экспертами на своих местах. Я предлагаю начать с Ирины, потом определим, кто дальше. Ир, с какими угрозами приходится встречаться чаще всего в последнее время, за последние полгода? Что можешь выделить? Первый квартал 2022 года, он, естественно, отметился волной, как и масштабный угроз, который был в своем количестве, но и в стиле, в масштабе, резонансными утечками. И наличием большого объема выявленных критических уязвимостей в программном обеспечении, которое, на самом деле, используется достаточно широко многими компаниями. Сюда можно включить продукты Microsoft, уязвимости в МВаре, Google Chrome. Все это мы наблюдали в начале 2022 года. Я хочу отметить, так как компания, в которой я работаю, занимается разработкой программного обеспечения, сохранила свою актуальность, все атаки на цепочку поставок. И более того, они немного скорректировали свой вектор направленности. Наравне с более привычной активностью злоумышленников, которая ранее была направлена только на получение некой финансовой выгоды, в том числе, в случае размещения авторами вредоносного ПО и агитационного... ...включая проекты с открытым исходным кодом, который мы широко используем у себя. Нежелательный функционал варьировался от демонстрации лозунгов и некой позиции авторов по геополитической обстановке до шифрования и удаления данных на хостах. Соответственно, это не даем особо... Вот. Также частый характер носили атаки дефейса сайтов также через услуги третьих поставщиков лиц. Среди эксплуатации уязвимостей наблюдали сокращение срока разработки эксплойтов для зерудой уязвимости. И доходить до суток. То есть уже через сутки могли в открытом доступе публиковать эксплуатации на новые уязвимости, и они были доступны общественности. Вот. Среди там резонансных уязвимостей можно отметить, естественно, это Lock4Shell, Spring4Shell. Вот. Отсюда, соответственно, хочется дать рекомендацию, уделять особое внимание патч-менеджменту. Вот. То есть был период, когда некоторые организации пытались воздержаться от обновления программного обеспечения, но тут каждый для себя сделал свой выбор, что для него критичнее. Какая-то загрузка, возможная загрузка недекларированных возможностей при обновлении и оставление неких уязвимых сервисов у себя в инфраструктуре. Вот. Соответственно, количество ВПО также, конечно, возросло, и более того, они стали использовать более продвинутые техники сокрытия своего присутствия в инфраструктуре. Да, то есть они используют легитимные утилиты операционных систем, усложняя свое детектирование в сети. Вот. Какой-то такой мой топ угроз, да. Соответственно, из рекомендаций, наверное, могу дать... У каждой компании должен быть описан релевантный именно им ландшафт угроз, и, соответственно, меры защиты надо выстраивать под него. Более того, рекомендую выстраивать именно проактивную защиту, да, не ждать, пока инцидент случится именно в вашей инфраструктуре, наблюдать за новостями, изучать, как они реализуются уже в других компаниях, и проверять адекватность ваших планов реагирования и защиты, их актуальность, вот, не пренебрегать пересмотром регулярным. Я понял. Спасибо тебе большое. Давайте послушаем, что нам скажут люди, которые непосредственно касаются денег. Компания Киви, Леша Йодин. Леша, какие твои топ-5 угроз в современном мире? Внезапно. Ну, как бы, с точки зрения платежных систем. Самая основная проблема – это доступность сервисов в связи с тем, что обострилась активность школьников, я бы так сказал. Я сейчас украду эту реплику у одного моего коллеги. В связи с тем, что возросла активность украинских школьников в чатах, телеграммах и так далее, то очень проблемной стала зона как раз именно ДДОС-атак. С учетом того, что большая часть инфраструктур защиты от ДДОСа была основана на зарубежных решениях, они, в общем-то, тоже отключились. И, к сожалению, это было довольно большой проблемой на протяжении, наверное, полутора месяцев. Вторая проблема – это утечки данных и довольно высокий риск. Более того, не только реальные, но еще и фейковые утечки данных, когда компанию начинают закидывать вопросами «у вас что-то утекло». Третья часть тоже довольно проблематичная. Она, в общем-то, была и в 2020, и в 2021 году очень актуальна. Это проблема с шифровальщиками. Проблемы с шифровальщиками в основном срабатывают в инфраструктурах, либо слабозащищенных, либо в инфраструктурах, в которых есть инсайдеры. Опять же, это связано в том числе с специальной операцией и очень сильно связано с тем, что не хватает большого количества даже базовых контролей, включая защиту бэкапов, защиту критичных серверов и, в общем-то, даже защиту просто базовой инфраструктуры на уровне контроллера домена. С моей стороны, надо заниматься базовым набором, хотя бы включить базовый набор метрик и базовый набор механизмов безопасности, защита от DDoS, защита от шифровальщиков и, в общем-то, защита своей инфраструктуры на основной базе. У меня, в общем-то, все. Спасибо тебе за твое мнение. Станислав, что у нас там в Телекоме происходит? Какие топ-5 угрозы? В Телекоме ничего не происходит. Телеком умненький. Телеком знает про атаки на соплайн-чейны. Телеком умеет патчиться. Но, в целом, в прикладе, везде, что в банках, что в Телекоме, что где угодно. Проблемы одни и те же. Это глобальное раздолбайство разработчиков с точки зрения нежелания патчить свой код, нежелания анализировать свой код. Где-то рядом стоят системные инженеры, администраторы девопсы, которые засовывают в пароль, ну, избегают парольных политик и засовывают на критичный сервис пароля типа «бэкап-123», через которые и дальше через эти дырки благополучно проникают наши доблестные друзья из соседней страны. Чего там еще? Телеком умеет патчиться. Причем вовремя, потому что Телеком – это критичная инфраструктура. Емко обозначил важность вовлечения всех участников, начиная с разработчиков, которые создают свои продукты. Тогда давайте дадим слово Андрею. Андрей – представитель крупной сервисной компании в области обеспечения информационной безопасности. Андрей, тебе слово. Какое твое видение самых опасных, угрозных угроз на сегодняшний день? Угрозных угроз и атакерных атак. Ну, наверное, самые опасные – это те, с помощью которых именно вас могли подломать. Я бы, наверное, хотел сказать сейчас больше про самые популярные, потому что чем она популярнее, тем больше вероятность, что она будет применена именно к вам. Как отметили Леша и Ира, сейчас набирает невероятную популярность DDoS-атаки, причем если раньше мы их наблюдали, ну, как провайдер сервиса безопасности, только на достаточно крупных зрелых клиентов, которые постоянно их там хочется положить, подломить и так далее, то сейчас те же DDoS-ы, они начинают быть направлены, например, на банки Top Stock, которые находятся там далеко за первые 50. А они просто не были к этому готовы, ни морально, ни технически. И там текущая ситуация, что там отдельные сайты могут лежать по нескольку дней, просто из-за того, что они не ожидали, что группы школьников из ближнего зарубежья могут организоваться чатики в тележке, поставить там скриптики на питоне, нажать одну кнопку, и сайт, окажется, будет к этому не готов. Ну, защищаться от DDoS, наверное, нужно специализированными средствами. Например, на канальном уровне самое простое, наверное, пойти к своему провайдеру и спросить, типа, а можете ли вы защитить нас на исчерпании канальной емкости? Очень много сейчас DDoS-так на седьмом уровне, на приложении. Тут, наверное, уже только специализированные какие-то средства, которые будут раскрывать шифрование, там же GPS, WG и фильтровать трафик. Также из популярного возросла популярность атак на веб. То есть, скажем так, всегда было большое количество китайских и каких-то там еще зарубежных, российских просто сканеров интернета, которые ходят и пытаются тыкнуть кавычку во все формы. Это всегда была популярная тема. То есть сейчас начались какие-то более таргетированные темы, то есть ребята пытаются руками что-то подломать. Возможно, популярность этого связана, что через веб можно нанести, помимо каких-то финансовых ущерба, какие-то репутационные. Вот так же, как Ирина сказала, вывести какие-то, не знаю, баннеры, призывы к чему-то. Поэтому прям сильно возросла популярность атак на вебчик. Ну, здесь, наверное, все просто. По мерам безопасности это патчинг. Если это какие-то там известные CMS-ки, что-то такое общепринятые, какие-то аддоны и так далее. Если это что-то самописное, ну, проверка. Желательно, конечно, security by design, чтобы сразу закладывалось, чтобы все было безопасненько. Но хотя бы там какие-то постпроверки, там, теми же сканерами уязвимости, не знаю, там, посканить свои сервисы, что-то попытаться найти. Ну, и защита превентивными мерами, как там те же в Application Firewall. И последнее, что хотелось бы отметить, это возросшее количество целенаправленных атак. Если раньше в нашем центре мониторинга было прям событие, когда на каком-то компьютере пользователя был найден там майнер, который он скачал с просто нелицензионным ПО, то сейчас, к сожалению, начинают всплывать различные атаки, когда было обнаружено уже там залитые веб-шеллы на сервера, какие-то закрепления в инфраструктуре. Причем, опять же, если раньше это было желание злоумышленников там что-то украсть большей частью или пошифровать и попросить выкуп, то сейчас мы видим все больше именно деструктивного воздействия. То есть ребята забираются в инфраструктуру, сканят ее, проверяют, находят какие-то критичные базы данных, там, не дай бог, сервера резервного копирования и просто сносят. К сожалению, с этим начинаемся сталкиваться тоже все чаще. Здесь, наверное, правильным подходом будет что-то такое комплексное, нету какого-то универсального средства. Это общее желание всех участников бизнеса, безопасности, особенно IT, администраторов, ДБАшников и так далее, чтобы у ребят было изначально желание настраивать и делать безопасно. Возможно, здесь роль специалиста информационной безопасности, вот, как, опять же, Дар Павел, близких с секретичными чемпионами, подмочь, направить и показать, там, рассказать, как можно сделать правильно, настроить безопасно. Плюс, конечно, превентивные меры, их никто не отменял, там, это какие-то антивирусы, фаерволы и так далее. И мониторинг. Все же, потому что подловить могут кого угодно, и хотя бы какие-то базовые меры, там, мониторинга, свою инфраструктуру нужно иметь, чтобы в случае чего обнаружить, что у вас что-то произошло, и найти какие-то следы закрепления. Вот, в принципе, такой топ. Да, понял. Спасибо. Очень интересно. Спасибо за то, что поделились мнениями. Я сейчас хочу кратенько, за оставшиеся три с половиной минуты, хочу кратенько подвести итог двух секций круглого стола, которое сегодня было, которые сегодня были. Ну, прежде всего, хочется призвать всех участников и IT-специалистов, и разработчиков, и системных администраторов, девопсов, ДБА, к той мысли, что без вас, без вашего соучастия, без вашего влечения, никакую безопасность построить невозможно. Это вопрос затрагивался сегодня и в первой части, сейчас об этом ребята говорили и при обсуждении угроз, которые сейчас есть. Мы сейчас находимся в том мире, когда взломать могут кого угодно. И я полностью согласен с точкой зрения Андрея о том, что собрать в атаку энтузиастов и пойти там по призыву в чатике Телеграма целенаправленно ломать какую-то компанию, потому что там кто-то дал такой клич, не составляет труда. И так как все мы сейчас живем в эпоху цифровой трансформации, цифровых сервисов, то наши сервисы, которые живут в вебе, они становятся как раз первой частью, которая на себя принимает основной удар. При этом в Торе Станиславу и Алексею хочется напомнить, что необходимо все-таки следить за своей инфраструктурой, за точками входа, за те точки проникновения, в которых могут реализоваться уже более серьезные векторы атак. То, о чем говорила Ирина, то, что необходимо смотреть в том числе на то, что деплоится, мы говорим про разработку, то, что деплоится на прот, то, что берется из каких-то репозиториев, полагаясь не на какую-то критическую проверку и критическую оценку, а на банальное описание возможностей библиотек, которые там есть, на гитхабе, гитлабе, там, по сбине, либо еще где-то, на каких-то открытых источник информации, и необходимо более критично смотреть на все эти вещи, которые мы тащим в наши продукты. Если обращаться к первой части, то хочу резюмировать, что, опять же, как известно, невозможно управлять тем, что нельзя измерить, поэтому, как говорил Лев Шумский в самом-самом-самом начале, о том, что первая вещь, которую необходимо сделать, это провести инвентаризацию активов, понять, что из этого является самым критичным, что необходимо, зачем необходимо присматривать в первую очередь, что является самым ценным активом. Ребята, спасибо большое за участие, за то, что нашли время, подключились.